Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают понимает, что боксер подошел близко, ему удобно ударить. Чаще всего боксер отступает. Чтобы его догнать, вам надо шагать под разныменную ногу. Основной задачей вашей, чтобы они сместиться в сторону и не упасть, это держать плечи коленем. То есть всегда направлять центр тяжести по отношению к удару и плечо заводить в сторону, куда наносится удар. Важной особенность является не выпрямлять колени наверх для того, чтобы не потерять центр тяжести и точно достать оппонента. Вот как не нужно делать. Боксер выпрямился, тем самым потерял центр тяжести. Удар будет смазан, он будет весьма маловероятно акцентированный, поэтому так делать не нужно. Сейчас мы с вами рассмотрим также момент, когда оппонент выстреливает с правой руки в ответе. Боксер выполняет джеб вперед, оппонент наносит удар с правой руки в голову. Боксеру надо сместиться в левую сторону. Боксер смещается в левую сторону, загружая левую ногу. Здесь максимально эффективно, удобно ударить левую сбоку, так как открыт подбородок и корпус. Также покажем с вами сейчас удар в корпус. Еще разочек. Рассмотрим с вами такой же случай аналогичный, когда оппонент уходит назад и надо его догнать. Боксер также наносит удар джеб. В ответе оппонент бросает правой прямой. Мы сместились на ножку. И сейчас мы также шагаем под разноименную ногу. Мы бьем левый удар. На данном случае мы наносим удар лево сбоку и шагаем правой ногой вперед. Также рассмотрим случай, когда мы наносим два удара. Также выбрасывается джеб, смещение в сторону. Левый сбоку, правый прямой в атаке вперед за соперником. Также шагаем под разноименную ножку. Итак, рассмотрим второй случай, когда оппонент пятится назад, его надо догнать с вами. Очень удобно шагать за оппонентом двумя ударами, чтобы наверняка его достать. Боксер также наносит удар передней рукой. Смещение в сторону. Здесь мы шагаем под разноименную ногу. Мы в данном случае наносим удар лево сбоку, правую прямую в голову. Мы начинаем атаку с левой руки, а шагаем вперед на оппонента с правой ноги. Итак, боксер нанес лево сбоку и шагнул правой ногой на оппонента. Теперь ему надо совершить второй удар. И он теперь шагает левой ногой, а наносит удар правой прямо в голову. Также под разноименный шаг. После того, как вы сместились, очень важной особенностью является, чтобы вы пошли на оппонента. А тут играет большую роль работа ног. И если сопер смещается в сторону, то надо идти за ним. Рассмотрим с вами случай, когда ваш оппонент левша. И от его джеба вам наиболее эффективно сместиться в левую сторону. Здесь удобно ударить с левой руки в голову оппонента. Тем самым вы себя точно обезопасите от его сильнейшей руки. Дорогие друзья, приглашаю вас всех тренироваться в бойцовский клуб Спарта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем вам любви, добра, солнца и света. Через вынос колена. Для того, чтобы обмануть соперника через вынос колена, мне нужно сделать несколько акцентированных ударов прямой ногой в корпус. После того, как я понял, что соперник делает акцентированное внимание на защиту корпуса,